Представители местного отделения партии «Единая Россия» пообщались с женами и детьми мобилизованных видновчан. Встреча прошла в историко-культурном центре. За чашечкой чая супруги защитников Родины рассказали о проблемах, с которыми столкнулись во время частичной мобилизации. Оказывается огромное количество проблем, вплоть до бытовых, организовать досуг детей и прочее, прочее, прочее. Кому-то нужна психологическая помощь, кому-то нужно просто пообщаться, кому-то нужна юридическая помощь, а кому-то и материальная. Ленинское отделение «Единой России» со дня начала частичной мобилизации активно включилось в работу по оказанию помощи семьям военнослужащих. Всех прозвонили, естественно, со всеми переговорили, уже многим сделали. Один попросил, не два человека, попросили детский сад устроить. Мы устроили в школу детей. Кто-то просит узнать, как материальное пособие, которое вы плачете на время, значит, то же самое. Кто-то получил, кто-то еще нет, но буквально там, по-моему, один или двое. Евгения Киселева рассказывает, что после мобилизации супруга забота об их детях полностью легла на ее плечи, и поддержка особенно необходима. 22 сентября ему пришла повестка, 23-го с горды поднятой головой он пошел в инкомат и приступил к службе. Сначала Дорофоминск, потом его отправили в Подольск. Киселевы проживают в одном из домов, в которые курирует депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова. Также в ее округе еще три семьи военнослужащих. Я с ними контактирую, я слежу за их проблемами, которые, если есть, если возникают, стараемся им помочь, решить что-то. Ну, и также я вижу, что очень много отзывчивых людей. Вот сейчас разговаривала с Евгением, даже коммерческая организация, где занимается ее старший сын, директор этой организации, сам проявил желание, и сын теперь ходит на занятия совершенно бесплатно. В ходе беседы поговорили и о старте проекта «Женское движение Единой России», о его ключевых направлениях, целях и приоритетах. В первую очередь он будет направлен на поддержку жен и матерей, участников специальной военной операции. Самое важное, что у нас в обществе сейчас, особенно на данный момент, это быть дружными и сплоченными. Женщина сама по себе, по своей структуре, она сильная, она может выдержать многое, но одна она тоже теряется. Всегда хорошо, когда есть старшие подруги, которые помогут, подскажут и направят на какие-то правильные решения. Ряд вопросов, поднятых на встречи, был взят на контроль депутатами фракции. Все остальные будут решаться в рабочем порядке. Подобные встречи станут традиционными. Они объединят семьи, помогут подружиться и вместе решать проблемы. Стоит отметить, что для проведения общего досуга партийцами принято решение в преддверии Дня матери организовать творческий мастер-класс. В завершении встречи члены фракции «Единая Россия» вручили семьям продуктовые наборы и сладкие подарки для детей.